так вот это крыло чуть шире да похоже шикарно да сейчас объектив поменять так и стойки какая красота ай блин сейчас начнется вы почему все без курток мама мы на минутку мы сейчас быренька сфото им поздравления катюхи и сразу оденемся что такое быренька никакой не по что это за поздравления такие ну ты не понимаешь мы сердце делаем это флешмоб такой одевайся одевайтесь все одевайся ты и бегом на уроке флешмоб закончен все быстренько в школу на уроке ты понимаешь что тебе нельзя болеть ты же мама должна участвовать в трех олимпиадах кукса бы тоже сказал что это большая глупость вот так рисковать наталья владимировна вы рано сердечко сворачивайте я не успел еще за снять ма мама уроки физичка меня потом казнит не казнит ты отпросилась у директора что садись мама ты понимаешь что на улице не так уж и холодно я я куртку сняла на одну минуту и я чай горячий выпила перед этим правда да и зеленый с имбирем я сам делал вот полярники только такое пьют кукса я просто поражена твоим глубоким знанием о заполярье но ты должен понимать что беременным нельзя болеть это это плохо будет сказываться на ребенке полярник блин садить оговорю тебя что у вас там с марины что за чушь я на марину смотрел шагуба как на коллегу по работе что так нервничаешь нет ничего плохого в том что тебе нравится марина вообще вообще-то я люблю наташу слушай ты меня удивляешь а на тебя летят стрелы горящая смола кипяток а ты все продолжаешь биться головой в крепостную стену по имени наташа то хоть тебе не понять это 17 лет жизни ладно 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 обманывайся сам просто марина она ну в общем неделю назад когда мы снимали видео для клиники я бы ну я посмотрел на нее другими глазами она она заступилась за сардельку а я подумал ну фига себе короче она тебе нравится нет можешь не отвечать мне кажется твое сердце уже готова отпустить твою снежную королеву а вот мозги мозги тебя тормозят да выпей молока теперь с медом из масла какао я знаю что бе но надо все пока давай целую тебя да да привет а ты почему-то без предупреждения гимназия номер четыре учительница французского языка уснула пьяной на уроке просим принять меры утром на почту министерства прислали да нет это это бред какой-то я знаю свету она никогда по себе такое не позволила да и не любит она красная одна это фотошоп слушай министерстве разбираться не будут вас премьерками замучают я конкурсе за град лучше забыть как же так светик послушай наташ я понимаю на часть коллектива но иногда как директору тебе приходится принимать волевые решения юр ты серьезно уволить не виноватого человека и лучше задним числом это что ну послушай я понимаю она твоя подруга таких крутых фотошоперов я еще не встречал я буду к 11 я у кристины да опять это кристина слушай ну какая разница если ты сама приедешь только к часу ночи а ну все да давай капец решила взяться за мое воспитание и контролировать каждый мой шаг ничего не к нам пристали я не знаю потому что они наши мамы потому что они прожили жизнь и знают лучше наверное точно давай съедем на квартиру мне кажется это не самый лучший вариант в данный момент почему назови мне хотя бы одну причину да потому что моя мама беременна а ты представь она останется одна грустная будет сидеть грустные фильмы смотреть грустно смотреть в окно и у нее родится грустный ребенок капец в гимназии же все офигеет никита ну так что ну я то хочу ну а где мы деньги возьмем аренда квартиры еда постельное белье коврики в коридор спокойно моей зарплаты хватит не только на постельное белье и коврики в коридор а еще и на огромный ковер на стену охой мне то хоть не ври курьеры столько не зарабатывают опа вызов принят собираешься 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 когда мы будем жить вместе ты не будешь пить эту гадость это же красная Наташа я же красная не пью я только белая была сухой ты же знаешь нет один раз было но белая тогда закончилась свет свет присмотрись подумай когда это было на каких уроках ну вот я в этой кофточке была позавчера мне еще помните эти комплименты так свет смотри позавчера на каком уроке это могло случиться а почему ты на меня так смотришь ты что считаешь что позавчера я на своем уроке пила красное закусывала стейком свет я ничего не думаю я просто прошу тебя вспомнить позавчера я была очень устала и и я отпустила седьмой а на 15 минут раньше все а а а а а а а и а и а а а а На второй камере я вдруг заметил кипиш среди мальчуганов. Я говорила, что это мальчишки. Из седьмого, да? Ну, я точно не знаю, из седьмого или из одиннадцатого. Мальчишки не так же быстро развиваются, как девчонки. Дядя Паша, давайте ближе к делу. Ну, вижу, как один из пацанов достает из портфеля... Бутылку красного вина. Да. Вообще-то сосиску в тесте. И они начинают бутцать по коридору. Владимировна, ну, извини, что я не сказал. Так, пол с подогревом. Ну, и кровать, с которой не захочется вставать. Если согласны брать, я звоню хозяину, он тут недалеко живет. По-моему, шикарная хата. Вообще-то здесь деревьев нет. Во дворе люди будут заглядывать в окна. На третий этаж? Здесь сторона не солнечная. Вообще-то солнечная. Просто сегодня пасмурно. И батареи у вас не греют. Как ты хочешь, чтобы я мерзла? Хочешь, давай купим тебе обогреватель. И я за ним, с ним по всей квартире ходить буду, да? Ник, мы с тобой договаривались. Я хочу жить там, где мне комфортно. У нас есть много вариантов. Можно прямо сейчас посмотреть еще пару квартир в соседнем доме. Вот. Прекрасная идея. Плитка, как у Иры, да? Не очень красивый кран. Слишком удобная кровать. Ну, из такой слишком удобной кровати будет лень вставать. Это уже пятая, пятая квартира. И тебе постоянно что-то не нравится. Пятая уже. Ну, что за тупые отмазки? Если ты не хочешь съезжать от мамы, то так и скажи, я не хочу. Ник, тише, мама звонит. Да блин, ну как ты не понимаешь, что нам будет лучше жить отдельно? Без всего этого контроля мы сами сможем решать, когда нам домой возвращаться, что нам пить, что нам есть, под какой кинчик засыпать. Да давай я отвечу, а потом мы с тобой поговорим. Неужели ты сама не хочешь от нее съехать? Неужели не надоело жить с мамой? Все эти звонки, упреки. Да, она иногда перегибает, но она моя мама. И, пожалуйста, дай мне ответить, а то она наругает меня. То есть, я вернулся из Мюнхена, нашел работу, квартиру, а ты боишься, что тебя наругают? Меня не пугает, что меня наругают. Просто моя мама, просто моя мама, она уже беременна. Ну, а что толку одалживать? Отдавать я тебе как буду? Ладно, Ксюша, давай. У тебя какие-то проблемы с деньгами? Я просто случайно услышал. Нет, все прекрасно. Может, я могу чем-то помочь? А я не хочу принимать помощь от мужика, который одной жопой на двух стульях сидит. Жене своей помогай. Марин, ты чего молчишь? А я вспомнить пытаюсь, когда домофон приедут ставить. У меня правда все хорошо, не переживайте. Ну, если хорошо, так хорошо. А я вот ходил на обед, а там акция. Два десерта по цене одного. Вот с творожным кремом. Спасибо. До здоровья. Юр, ну, неужели нельзя ее как-то оправдать? Ладно, я поняла. Хорошо, я ускорюсь. Спасибо. Да-да. Наталья Владимировна, я узнала, что у Светочки ужасающая ситуация. Откуда? Я Завуч. У меня тоже много знакомых в Министерстве образования. Может быть, я займусь вопросом поиска работы для Светланы в других школах. Татьяна Федоровна, вы очень заботливая, но давайте не будем торопить события. Пьющий учитель. Это не шутки, Наталья Владимировна. Ситуация сложная, но я делаю все, чтобы решить эту проблему. У вас все? Это тебе Марина дала? Да. Сказала, что ненавидит эклеры, так я ее... А что? Все хорошо. Просто этот эклер для Марины. Ну ладно. Ухаживание, видно, это уже не для меня. А куда ты желудочные зонты подевал? Понятно. Игорь, я начну в своем репертуаре. Да при чем тут? Я просто за Наташей ухаживал уже не помню когда. А так куда ты положил желудочные зонты? Да посмотри вон там в нижнем ящике. Алло, привет. Я быстро. А скажи мне, пожалуйста, как Игорян за тобой ухаживал? А дай! Вам что, там нечем заняться, Антон? Да мне, мне для себя нужно. Скажи, как он тебя добивался, Наташ, ну пожалуйста. Игорь и добивался это совершенно два разных слова. Это я все время ему попадалась на глаза, болтала, для того, чтобы хоть как-то его растормошить. Поэтому, Антон, извини, но я тебе ничем помочь не смогу. Все. Говнюк ты, понял? Не говнюк, а настоящий друг. Если бы ты был мной, на тебя цыпочки так бы и вешались. А так? Учись. Все, урок окончен. Спасибо. Здравствуйте, Светочка. Здравствуйте. Вы только, главное, не переживайте. Я уже поговорила со своими знакомыми. Вашу кандидатуру рассматривает в Международном центре изучения французского языка. Спасибо. Большое, но зачем? У меня, слава богу, есть работа. Ой, как неудобно получается. Я подумала, Наталья Владимировна сообщила уже вам. сообщила, сообщила что? И давно ты решила меня уволить? Света, я ничего не решала. Ты же говорила, что ты мне доверяешь. Что ты на моей стороне? Света, подожди, ты что, думаешь, что я вру? Я, правда, никогда не была в твоей ситуации. Но Юра все время толдычил, что на кону репутация гимназии и грант. Грант. Ну, грант важнее, я понимаю. Ну, не накручивай себя, пожалуйста. Я, я, правда, я искала выход. Ты помнишь, как ты опоздала на самое важное собрание в районо? Забыла часы перевести. Я поняла, что если ты, рассказываешь про это зимнее время, то все, капец. Прощай должность директора гимназии. Я тебя так-то прикрыла. Я тебе очень благодарна. Я, правда, я пыталась тебя прикрыть, но в министерстве нагнетали. и филинша бучу подняла. И по гороскопу тень ты ходила. Я тебя не предавала. Одна предательница сказала. Снежинка. Точно. Тебе делать больше нечего. Это не Антон, если что. Привет. 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 Ты по делу? Да. Наташа, а я реально тебя никогда не добивался? Просто помнишь, кафе «Снежинка». Но ведь это я сам тебя тогда пригласил. После того, как я тебе всю неделю уши прожужжала. Игорь, я тебя очень прошу, не живи в прошлом. И я больше не твоя жена. «Снежинка». Мамочка, ну ничего, ты только хотя бы рядом посиди. что за праздник? Праздник. В наше время пиццу заказать это не праздник, это норма. Садись. Сейчас. Здрасте, да. Привет. Здрасте. Я думаю, мы вдвоем поснимем. Интересно. Я сейчас все объясню. Сядь, пожалуйста. Мам, я тебя очень люблю. Тебя тоже люблю. Вас любить друг друга я не заставляю. Но хотя бы не ругаться вы можете? Я с ним нормально общаюсь. Он со мной не всегда. Но я понимаю, это в силу юности, в силу недосадка воспитания. Вот как раз об этом я и говорю. Я бы хотела, чтобы мы существовали нормально на одной территории. Ты же понимаешь, что это нереально? Конечно, конечно, нереально. Потому что нужно прислушиваться к старшему поколению. Да перестаньте же! Господи, ну, неужели это так сложно? Неужели вы сами не устаете от такого общения? Вы помните, как в девятом классе мы все вместе поехали с ночевкой в лес? Ты тогда ругалась на Никиту, что он ушел очень надолго. А ты тогда нарубал столько дров, что мы до самого утра пели песню у костра. Точно было. Вот. А, открытый урок по биологии в десятом классе. Крис, слушай, может, расскажем Наталье Владимировне? Давай потом. Мам, а ты помнишь, как на первое сентября Никита придащил огромный букет гвозди к тебе? Да, я их еще пересчитывала, четное или нечетное количество. Что вы хотели мне рассказать? Ну, мы хотели рассказать о нашем переезде. Это что, опять дурацкая шутка? Мам, не начинай, так хорошо сидели. Мы реально уже смотрели квартиры. Крис, это правда? Да, это правда. Ты Кристина? Мам, мам, я не хотела съезжать. Да ладно, ну чего вы расстраиваетесь? Мы будем приходить к вам в гости и вы к нам тоже, естественно, иногда. Вам всего 16? Куда вы собираетесь? Ты яичницу не можешь приготовить, у тебя рис всегда подгорает. Я научилась. А за какие деньги вы будете снимать квартиру? За мамины? Так, ну... Ну, Никита работает. Мам, правда, я видела. Так, давайте доедим эту пиццу, она уже холодная, и забудем об этом разговоре. Мам, ты непробиваемая. Мы все-таки съедем. А жить здесь у нас вы не рассматривали такой вариант? В принципе, да? Лучше сразу застрелиться. Кукса! Мам, так будет лучше! Доброе утро, ты уже проснулась. А я твою любимую тарелочку видишь, совушкой положу тебе сейчас. Так, смотри, тебе даю я большую кастрюлю, себе маленькую оставлю. спасибо. А вот это, а вдруг ты захочешь оливьешечку сделать или чего-нибудь солененького? Скажи, вы далеко квартиру снимаете? Нет, нет, несколько кварталов. Я, честно говоря, думала, что ты будешь ругаться и приковывать меня к батарее. Ну, вообще-то, поначалу хотелось. Кристинушка, ты такая взрослая и такая маленькая. Смотри, ты не обижайся на меня, что я лезу к вам. Я просто дико волнуюсь за тебя. Ну, как я могу быть довольна, когда моя беременная доченька стоит на улице без куртки? Мамуль, ну я же не просто так стояла. Это был флешмоб для подруги. Все друзья собираются и делают что-то объединенное общей идеей. Ну да, я понимаю, но ты должна не забывать, что скоро ты станешь мамой. А если ты забудешь, позвони мне, я тебе сразу напомню. Ну все, хорошо, иди, собирайся. Флешмоб. Все, давай. флешмоб. Ну вот, собственно говоря, мне кажется, очень оригинальный ход нашли педагоги этой гимназии для того, чтобы объяснить подрастающим поколениям, что не стоит употреблять... Вы, конечно, большой молодец, Наталья Владимировна. Социальный флешмоб. Отличная идея. Что не сделаешь для любимой подруги. Да, она всегда во всем так вас поддерживает. Как вам только это удалось, как в голову могло прийти. Дети не всегда трепет нервы Татьяна Федоровна. Иногда они подают очень интересные идеи. Кстати, а почему вы не сфотографировались? Как-то наверное не смогла придумать оригинальную позу, а повторяться не хотелось. Где же ты, Света? 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 Светлана Анатольевна не появлялась? Она вчера заходила в школу, вас уже не было. В общем, просила вам передать вот. Поднимите мне зарплату. Будет тебе повышение с апреля месяца. Можно зайти поговорить? Чем? Счета за коммуналку пришли, а я и так в долгах, как в шелках. Вот ты хоть в гимнатию вернешься? Нет, я уже нашла себе новую работу. Это плохая идея, я, наверное, лучше пойду. Значит, не так сильно тебе деньги нужны. отец. Нарезал доходи, заходи, которым штучий, перед и Tenemos проще Редактор субтитров А.Семкин